Селу Медовеевка почти 150 лет. В советские времена основным источником дохода для местных были охота и пасека. Жителей здесь немного, чуть больше 30 человек. Тем не менее, по просьбе властей, два года назад сюда провели газопровод. Мало того, селянам дали возможность сэкономить, упростили процедуру подключения без документации на дом, разрешили проводить некоторые монтажные работы самостоятельно. Вот только идти в Горгаз и просчитать индивидуальную смету некоторые медовеевцы не хотят. Семья Желомакиных жилеть деньги на личный комфорт не стала. Они переехали сюда из Краснодара несколько лет назад. Жили также в частном секторе и отапливались дровами. Поэтому здесь одни из первых подключились к голубому топливу. Решение о газификации малых сел, я думаю, только из острой жалости можно принять, потому что рентабельность ниже нуля. Конечно, Пахому лично спасибо сказать очень хочется, потому что такая редкая возможность. Я много раз так мысленно говорила, вот спасибо, вот спасибо. Но если получится вслух, я буду очень довольна. И поблагодарить лично Анатолия Пахомова и Елене Ломакиной удалось. Перед сходом граждан-глава посетил тех жителей, которые уже подключились к газоснабжению. Позже во время встречи пришли к тому, что в этом районе хорошо было бы развивать агротуризм. Тем более, что именно эта практика знакома сельчанам. Частные пасеки, приусадебное хозяйство, натуральная мясная и молочная продукция – все это сегодня востребовано. А вот дороги к селу хорошей нет. Эту тему подняли на сходе граждан. Анатолий Пахомов согласился – ремонтировать и укреплять полотно нужно. Ее можно только грядировать, ни о каком асфальте речи быть не может. Поэтому то, что касается грядирования, то мы как раз закончится зима, обязательно это сделаем. Запишите поручение и будем стараться это делать всегда. Ну, то есть поддерживать эти дороги в таком, ну, будем говорить, проходном виде. Подняли навстречу и тему уличного освещения. На въезде в село и в центре фонарные столбы есть. Внутри села жители вправе это сделать самостоятельно. Да повесьте, пожалуйста, себе фонарь. Мы же не возражаем. Мы сказали о том, что он даст эти разрешения. Это он так назвал технические условия по подключению. По большому счету, это документ, который подтверждает, что вы законным способом включились в электрическую сеть и получили разрешение на пользование электроэнергией. Все. Датчик света. Датчик света. Он загорелся, светло. Да. Заговорили вновь и о туристах. В частности, по сельской дороге по договоренности с нацпарком регулярно ездят квадроциклы. И это также одна из возможностей привлекать туристов на свою территорию. Кроме того, можно развивать и этнографический туризм. Тем более, что муниципальных земель для освоения у медовеевцев достаточно.